Экологический разбор в центре планирования семьи, погибшей пациентке матерической смерти никто не присутствовал, случайно, нет? Нет, да? Ну, там ситуация такая, что пациентка разбиралась для ее наблюдения в женской консультации, потом она показывает, что если, как мы видим, гемоглодин меньше 120 грамм на литр, да, вот этот желтый столбик, вот, меньше 120 грамм на литр, или железо, сырочное железо меньше 6 грамм на литр, гематокрит меньше, ну, для взрослых 36%, ну, для взрослых, да, 36%, то, как бы мы можем ставить железоэффициентную анемию в диагноз? Ну, не знаю, это не какие-то, может быть, совсем разливающие страны, кстати говоря, давайте не забывать, что у беременных немножко нормативы другие по классификации ВОЗ, нижняя граница ВОЗ для беременных 110 грамм на литр, 110, и гематокрит до 33%. Значит, если возникает более низкая цифра, ну, как-то мы можем ставить этот диагноз? Ну, в сегодняшний день, конечно, это крайне нуле, потому что, ну, по крайней мере, в банальном и химическом анализе крови вы можете посмотреть сыворочный гемоглобин, вот там отражение ВОЗ, оно наполнено или оно пустое. Дальше, сыворочный ферритин – это белок, который хранит железо в водорастворимом состоянии во всех клетках крови, во всех, простите, во всех клетках организма, и при необходимости легко отдает этот препарат, это железо для элитров полеза. Кстати говоря, по МЭСам сыворочный ферритин вы можете назначить в рамках ОМС, если у вас действительно подтвержден диагноз железодефицитная энергия. Вы имеете право назначить по действующим МЭСам. Правда, как-то там пропущенный момент упущенный, как часто это можно делать, с какой агрессивностью повторять. Почему? Потому что сыворочный ферритин у нас на сегодняшний день – один из случаев, если у нас возникает воспалительный процесс. При воспалении он становится как бы острым белком воспаления и начинает давать более завышенные показатели. Вот, например, профессор Деми, он и сыворочный ферритин может немножко давать ложные результаты. Поэтому, если мы проверяем посылочный ферритин, есть какие-то подозрения в воспалительный процесс, ну, надо исключать. Ну, чем? Ну, хотя бы С-реактивный дембок, примерно. Что еще следует подчеркнуть? Следует подчеркнуть то, что существует несколько терапевтических планов лечения железодефицитной энергии. Они борются с друг другом постоянно. Есть такой, так называемый, терапециевидный план, когда назначается сначала стопроцентная дозировка, потом ниже, ниже, ниже уменьшается. И прикидность лечения, обратите внимание, достаточно большая. Ну, на сегодняшний день больше распространен все-таки терапевтический план Б, когда, в общем-то, все время используется полная дозировка до извлеченности анемии. Ну, а для профилактики лечения латентного дефицита железа мы дозировку можем немножечко в этом случае уменьшать. Ну, и обратите внимание, тоже такие общепринятые стандарты, критерии лечения. Что если вы проводите лечение, то гемоглобин должен повыситься к концу четвертой недели на 10 грамм на литр, а гемотокрит на 3% по сравнению с годными значениями. Так, значит, сначала при лечении нормализуется уровень гемоглобина, то есть возникает как бы нам понимание, что вернулся правильный железный, правильный вариант эритропоеза без железодефицитной, но вот ДЭПО, оно заполняется позже. И если мы получили нормальную цифру гемоглобина, это не значит, что мы излечили железодефицитную анемию, и терапию необходимо продолжить до полной нормализации показателей сыворочного уферития. Есть еще один важный момент, который мы тоже забываем, но в нем надо помнить, что при назначении препаратов железа, лечении железодефицитной анемии, надо обратить внимание, через 7-10 дней, то есть это примерно 10-дневный срок эритропоеза, мы должны увидеть рейтихулацитарный кризис, повышение количества эритроцитров. Это будет нам указанием на то, что мы лечим именно железодефицитную анемию. Мы стимулируем эритропоез, возникает усиление выработки эритроцитов, которые несколько дней просуществовав в костном мозге попадают в кровоток, и примерно в течение суток теряют ядро, митохондрии, рибосомы, приобретают вояк-богнутую форму, превращаются в хорошо нам известный эритроцит. Так вот, отсутствие рейтихулацитарного криза на через 70 дней может привести на мысль, что, возможно, это другой вариант анемии. Вообще, скажем, гематологи считают, что у взрослого населения следующее соотношение, примерно 80% железодефицитных состояний, это железодефицитная анемия, и 20% это анемия и оргогенеза. То есть, видите, это примерно каждой пятой человек с анемией он не будет и не должен лечиться препаратами железодефицитных анемий. Ну, причины эффективности лечения железодефицитных анемий, это, во-первых, недостаточные дозы, да, недостаточные дозы, хотя, например, САС это 2 мг, но обычно в препаратах дозы эти значительно больше. Хотя, вот как ни странно, это выведено эмпирическим бутером. Непонятно, почему назначать надо 100, 150, 200 мг, это чисто эмпирическим бутером было выведено. Дальше, длительность лечения, длительность лечения. Либо мы не информируем пациента, сколько надо проводить лечение железодефицитной анемии, либо мы не информируем, либо пациент сам не понимает. Ну, традиционно, если мы начинаем лечиться, ну, кого у нас в голову придет принимать препарат, ну, если человек не гипертоник, вы мне сказали, это до последнего дня жизни, какой-то препарат, там, ну, больше 2-3 дней. В большинстве случаев, вряд ли мы будем это использовать, если нам это не скажут, не подскажут, не укажут, да, это важный момент тоже. Дальше, нарушение всасыванности, то есть отсутствие эффективности от проводимой терапии. Ну, мы говорили с вами про заболевание желудочно-кишечного тракта и про различные проблемы, условленные желудочно-кишечным трактом. Тогда, возможно, речь будет идти о паратеральном введении препаратов железа. Ну, и, наконец, конечно, надо исключать и какие-то хирургические или кровопотери, или микрокровозлияния, условленные проблемами желудочно-кишечного тракта. Это тоже нужно исключать. Ну, здесь я бы добавил, коллеги, еще линфок, к сожалению, как мы его не ставили. Это большой процент отказ от пациентов от лечения. Вот препараты железа, те, которые назначаются, как мы знаем, вызывают кучу побочных эффектов. Да, мы все прекрасно знаем, да, и проблемы с лукшем-кишечным трактом, сдутия, материализм, газообразование, дискетические явления, чаще всего в виде расстройства струда, а реже в виде запора. Металлический привкус в рту, изменение цвета эмали зубов, причем иногда стойкая. То есть человек может там испортить двух зубов и получить этот налет на всю оставшуюся жизнь. То есть большое количество побочных действий, условленных приемом препаратов железа. И вот исследования приведенные показали, что до 30-35% пациентов отказываются от назначенного лечения. До 30-35%. Огромный цифр, да. А по длительности, опять, если мы будем говорить, лечение железной цифрной аммии реально должно занимать от 3 до 5 месяцев. От 3 до 5 месяцев. Латентного дефицита железа, когда окладывание пустая, 1-2 месяца. 1-2 месяца. Как видите, здесь речь не идет о неделе. Тогда стоит вопрос о переносимости этих препаратов. Когда пациентка, начиная через неделю-две приема, жалуют, что она гораздо хуже чувствовала себя чувствовать. Особенно, вы понимаете, группа риска – это беременные. Все знают, что у беременных большие проблемы в желудочно-кишечном тракте. И здесь огромный процент, мы тоже проводили свои исследования. Вот цифра, она примерно схожа. Где-то до 30-35% перестают принимать препараты железа. Ну, с чем это связано? С чем это связано, мы сейчас поговорим. А теперь, коллеги, опять мы приходим с вами к вопросу выбора. Ну, давайте вот тоже такой маленький тест. Вот вы знаете огромное количество препаратов железа. Ну, вот у всех, кого-то любимый есть препарат, да? Ну, давайте, назовите, кто, какой препарат назначает. Сербифер, сульфат железа, дальше. Ферафоргама, сульфат железа. Тотема. Тотема, глюканат железа. Мультафер, гидроксид полиноктозный комплекс. Биофер. Биофер, не помню что. Сферлазм, гидроксид полиноктозный комплекс. Еще. Феррабердумент, сульфат железа. И так далее. Тогда, а почему принцип выбора? Как вы выбрали эти препараты? Ну, почему? Ну, для обстоятельств, и футболисты, и футболисты, и футболисты. Кассировка, регистрация, и грамма. Именно, мы же летом соль выделяем. Ну, побочные две. Ну, вот опять встали вопрос к выбору. Понимаете, когда мы идем в магазин покупать стиральные машины, мы там перерывем кучу информацию. Почитаем в интернете, почитаем отзывы. Посмотрим, спросим, какие заявленные производителям смотрят. Зависим, что вы выбрали. А когда наносит вопрос о выборе препаратов, допустим, железа, то часто какие-нибудь обуславливаются личными симпатиями. Кстати говоря, вот это очень такой характерный пример огромного количества препаратов. Как салитировать, как выбрать, по какому принципу. Вот такое вот огромное количество препаратов, ну, может быть, только где еще? Ну, в кардиологии, может быть, в онкологии. Вот классическим, допустим, в Ухушерске, например, борются из два препарата. Вот Рашистан, Гипосток, вы знаете, да? Вот они борются много лет, не знаю, кто победит из них. То есть, не 22 препарата, правильно? И там, знаете, вопрос, блин, как можно выделить все эти препараты железом? А делятся они очень просто. Это так называемые солевые препараты, или соль железа, двухвалентное железо, или закисное железо. Значит, соль железа, пожалуйста, ну, название, сульфат железа. Это сердифер, это актиферин, это тордиферон, ферроплекс, феррофальгама, ферроградумент. Дальше, тотем, кто-то сказал, глюканат железа, тоже солевой препарат. Дальше кто-то сказал, и нет, не сказали, гемофер, такой есть препарат. Это хлорид железа, есть и фумарад железа препарат. Видите, огромное количество солежелеза, препаратов железа. Значит, в чем особенность препаратов железа? Ну, вот, например, тот же сульфат. Сульфат, а знаете, как сделать сульфат железо в домашних условиях? Возьи, если возьи. Да, берете яблоко, засовываете в возьисть, ждете, пока проживеет, и потом сосете как единиц. Не хватает, оно трехвалентное будет. Да, но, во всяком случае, вот это вот, яблокоутыканными гвоздями приводит к образованию сульфата, а сульфат железа, когда был и химией, называется железный губороз. Это железный губороз, сульфат железа. Соответственно, вот для того, чтобы всосаться через клетки слизистой, желудочно-кишечного травмы, вот это двухвалентное железо должно опиститься. То есть выделяется радикал, свободный радикал, свободный микрон, который и считается, является основной причиной вот всех побочных действий, обусловленных приемом сливого железа. Ну, саботы радикал мы с вами любим, да? Они приводят к поражению клеток, стимулируют перекисное окисление липидов, то есть поражают клеточную мембрану. Они воздействуют на нашу кожу, считается, что в онкологии они очень активное участие принимают. Но вот таким механизмом всасывается обычное солевое железо. То есть оно из двухвалентного, за счет потери радикала становится, трехвалентном, уже соединяясь с трансферином. Трансферин – это белок, который транспортирует железо по организму, передавая его, соответственно, феретином, и откладывая в дыбок. Так вот, как раз вот эта вот способность к космосу, то есть всасываться пассивно, она, с одной стороны, очень благоприятна для лечения энергии. Вот если кто-то скажет, что солевое железо плохо лечит анемию, это врать. Прекрасно лечит анемию. Прекрасно. Оно прекрасно всасывается, потому что молекула низкомолекулярная, она легко проникает. Но, есть правда одно «но». Что при периодозировке вы получите выраженный фоксический эффект. Железо начнет откладываться в печени, вызывает гемохроматоз, гемосидороз, и вот это будет проявляться симптомами, которые мы не любим, сходными. Например, боль вправо подвебили, чувство тяжести, боли за грудины. Боли за грудины мы будем исключать, что она начиная с кардиологической патологии, кончая тромбой боли, а дышкой – это появление передозировки железа. Кстати говоря, гематологи, я, конечно, не гематолог, говорят, что практически нет метода, чтобы быстро вывести избыток железа при его передозировке. А вот по американской статистике, которая легче познакомится, чем, скажем, с нашей статистикой, вот одно из первых мест традиционно занимает по причинам случайных отравлений, от отравлений препаратом железа, причем даже с летальными исходами. Догадываетесь об этом все? Дети? Дети. Нашли у мамы на кухне шкафчики, бутылочку с красивыми там карамельками, конфетками, да, красными или зелеными, со сладкой глазурью, и вот эту вот упаковочку, этот пузырек выбивает. И за счет пассивного всасывания космоса, то есть вот двухвалентное железо, оно всасывается всегда. Если оно поступает в ракет, оно будет всасываться, и возникает тяжелейшее фактическое отравление. Поэтому что на сегодняшний день надо иметь, что весь мир, и рекомендации его существуют, переходят на трехвалентное железо. Трехвалентное железо, которое, ну, представлено высокой технологичной молекулой, называемый гидроксид-полимальтазат. На нашем рынке представлено не такое большое количество этих препаратов, ну, кто бы говорил, Мальтофер, Фермулек, ну, и вот, в частности, Ферлату, Ферлату. Их не очень много, не очень много. Они все являются в основе гидроксид-полимальтазат. Тоже имеют разные формы для применения, и удобно можно подобрать для любой пациентки. Они прекрасно лечат анемию, но путем активного всасывания. То есть, если потребность железа в организме имеется, эта молекула будет прекрасно всасываться и поступать в кровоток через эпиделий кишечника, слизистый кишечника. Но если препарат заполнен, если трансферин не хочет связывать железо, то эта молекула будет, соединяясь там с фитинами, танинами, соединяться кишечники и уж порно попадать в осадок в том же кишечнике. То есть, практически невозможно передосировать этот препарат. Практически невозможно. Считается, что его безопасность, ну, опять, по данным разных исследований, от 10 до 40 раз выше, чем препараты двухвалентного железа. От 10 до 40 раз выше. То же, даже если условно упаковку трехвалентного железа, я уверяю, ничего плохого с вами не произойдет. Ну, и кроме того, вот отсутствует выделение свободного радикала, свободного радикала, поскольку не нуждается выкисление, уже окись железа, за счет этого гораздо менее выражены подружные эффекты. И МИЛ-литература это показывает, и мы свои собственные исследования проводили, и оказалось, что в 3 раза, в 3 раза с маленьким хвостиком пациентки в 3 раза меньше жаловались на какие-то возникновения каких-то подружных пакетов. в 3 раза меньше хвостиком. нет панацей, любой препарат обладает какой-то индивидуальной приносимостью, мы его должны учитывать. Но вот для этих целей, для этих целей лечения железа дециминами, еще более приоритетный путь в мире в сегодняшний день, это переход к препаратам трехвалентного железа. Ну, собственно говоря, мы о многом здесь с вами уже рассказывали, что это высокотипоматичная молекула, покрытая полимальдозной оболочкой, где имеется 260 атомов железа, а общий процент почти 27% от этой молекулы. И она, во-первых, водорастворима, а во-вторых, имеет высокий молекулярный вес, что препятствует пассивному всасыванию кишечника при отсутствии нужды в этом препарате. Отсюда высокая эффективность, высокая безопасность, нет риска перегазировки, интенсикации, отравлений, отсутствует потемнение эмали, зубов, металлический припуск, проблема с кишечником гораздо в меньшей степени выраженная. Это позволяет пациентам проводить лечение, вот это длительное лечение в гораздо более опорных условиях. Ну, в этом не буду вам забивать голову различными рентонизированными исследованиями, что, в общем-то, не так важно. Мы об этом по-много поговорили. Так, ну, то, что повышает хорошо, очень быстро гемоглопин, трехвалентное железо, да, препараты, в частности, феррумлек, тоже исследуют такие аппликованные, тоже исследуют, я думаю, можем пропустить, уж не так это интересно. Ну, вот, хорошая переносимость, вот это можно здесь остановить. Посмотрите на выраженные симптомы, да, при препаратах трехвалентного железа, это красные столбики и препараты двухвалентного железа. Как мы видим, в значительной меньшей степени появляются какие-то побочные эффекты, что, опять, увеличивает приверженность пациентов или пациентов данной терапии. Ну, и способ применения, вот здесь тоже мы можем еще разочереднуться, то, что важно еще подчеркнуть, что трехвалентное железо, например, допускает вообще разовый прием в течение дня. Все-таки сырьевое железо нужно как бы либо 2-3 раза в день. При этом это часто привязано к приему пищи, к приему пищи, то трехвалентный железо это привязки вообще не нет. То есть это опять какое-то определенное дополнительное удобство для применения пациентов, для применения теми пациентами этих препаратов. Ну, еще раз подчеркиваю, что длительность железа именно сняла трех до трех месяцев и гемоглобина не может вводить заблуждение. нормализации гемоглобина пока вы не получите подтверждение в виде сыворочного ферритина нормализации по результату вашего лечения. Вот что еще интересно обратить внимание, к сожалению, тоже почему-то как-то мало узнают врачи. Мы получаем клинические распечатки клинического анализа тоже. Обычно клинический анализа помните сколько там показателей? Штук 20, наверное. Я половину тоже не знаю, честно говоря. Они, наверное, нужны гематологам в большей степени. Но, вот скажем, когда мы там спрашиваем, даже наш врач их показатель, например, содержания гемоглобина в элитроците MCV. Прекрасный показатель, снижение которого меньше там 85 фен по литров будет показывать вам, что это действительно железо-тефицитное анемие, что это гипохромное анемие. MCH, например, показатель, который тоже меньше 26 пикограмм будет показывать на железо-тефицитный характер анемии, безусловно. Цветовой показатель, не забывайте, вы простите, есть всегда все клинические показатели. Все железо-тефицитные анемии гипохромные. Значит, помимо гемоглобина и гематокрита он будет снижаться, в этом случае мы снижим цветовой показатель. Потому что, если вы видите, допустим, низкий показатель гемоглобина и гематокрита, MCV, к примеру, там выходит за 100, возможно, это вообще не железо-тефицитная аемия, а В9 и В12 дефицитная. То есть, для диагностики еще показали РДВВ, широкое распределение элитроцитов. Потому что при гипохромном элитрофолезе элитроциты маленькие, сморщенные, худенькие, и тогда возникает увеличение этого широкого распределения объема элитроцитов. То есть, эти показатели очень понятны, и они есть во всех клинических распечатках, вот эти клинические но надо не забывать, что их тоже надо читать, обращать на них внимание. Ну, и, коллеги, в заключение, что мы можем еще с вами сказать, что, вопрос такой, во-первых, кто должен лечить аномию, да? Ну, наверное, все-таки терапия. Наверное, все-таки терапия. Дальше, гинекологи и Акушер должны оставаться в стороне. Ни в коем случае. И мы тоже должны принимать участие в лечении. Ну, вопрос, когда проявлять гемофонку? Наверное, в тех случаях, когда у вас не есть диагноз, причина этой аномии, и, во-вторых, допустим, терапия не отвечает эффективностью. Вот тогда, наверное, мы уже должны пациента консультировать гематологом, потому что сейчас отзывают. Чуть что не может показать, при упали, тут же консультация гематолога, отправляет гематолог. Ведь мало в Москве гематологов, вы знаете, и, в общем-то, наверное, на них не надо перекладывать эту нагрузку. Ну, второй момент, резерв, который мы с вами тоже должны иметь, это такая больная тема, как, например, послеродовое гематолог. Вот мы говорили, делим на два. Вы помните, что частота кесаревых сечений с куночком отмечет по 25%. Ну, это каждый черед, на первый черед присчитать. Кровопотери стандартные пишутся во время операции, у кесарьей стандартные, ну, 500-600 миль. Дальше, в течение нескольких дней послеродовое кровотечение тоже идет, в послеродном периоде это дополняется. читайте, где-то там 600-700-800 мл. Дальше, вот вам, пожалуйста, 350-400 мг железа у этих беременных пациентов, у которых, возможно, был дефицит, он из организма потери. Как вы думаете, в большом количестве пациент приходят домой с рекомендацией продолжить прием препаратов железа хотя бы месяца два? Да почти никто. Да почти никто. Ну, я тоже понимал историю, когда в нашем центре смотрел, ну, надеюсь, ну, допустим, какая-то кровопотерия, гемоглобин, назначен препарат желез, пациентка 5 дней лежит, принимает, дальше дается выписка, что было, что сделали, и как вы думаете, там рекомендации есть про то, что не порядок препаратов железа, например, тот же ферму. Вот это огромная категория пациента, которые, к сожалению, утрачивают и так замученные с лактацией, с колением, еще ребенок на руках, и второй там, видимо, уже на руках, да еще вот, поговорили, изменение самочувствия, состояние, и куда не уходят из родиного дома. Никуда. Как вы думаете, что должно сподвигнуть такую кормящую мать прийти к врачу? Проблема какая-то прямо унизу сверху, и только это может заставить обратиться, допустим, ну, я думаю, что даст больше вероятность это может быть акушер-гинеколог, чем, скажем, терапевт в поликлинике. Так вот, давайте не забывать про эту категорию пациентов, которые тоже у нас остаются все время заболны, все время остаются недоценины. Ну, что надо сказать? То, что железодефицитная анемия это прекрасное, благодарное заболевание. Почему? Потому что вы имеете возможность вылечить в 100% случаев. Спасибо за внимание. Спасибо. В владельниках причем импортозамещенные, естественно. Значит, здесь принцип для буквально субботрова киноксового продукта. Коллеги, принцип следующий, что существует так называемое понятие гемовое железо, мясо, птица, да, которое очень хорошо усваивается. считается до 20-30% имеющихся препаратов железа, он может прекрасно усваиваться в организме, причем и вне зависимости от других продуктов питания. И существует недоценивое железо в растениях, в растительных, ну, можно так сказать, листовых овощах, или там что-то сопровождающее с листьями, которое всасывается всего-навсего 2-3%, то есть гораздо меньше раз. Второе зависит от наличия многих веществ, которые одновременно вы используете. Например, кальций затрудняет всасывание недемового железа. То есть если вы запили свой ужин с листовым каким-то муцелатиком бокалом кефира, вы тем самым не можете блокировать выступление организма. Наоборот, аскорбиновая кислота может потенцировать всасывание недемового железа. Поэтому в данном случае надо избавиться еще от двух иллюзий. Железо дефицитной анемии. Диеты вы не вылечите никогда. Никогда. Диеты вы можете только поддерживать нормальное тепло железа и в какой-то мере справляться с латентным дефицитом железа. Это то, что может позволить именно рекомендации сметания. Кстати говоря, тоже такой интересный факт, что американцы не очень рекомендуют традиционно любимую назначаемую печень. Они считают, что витамин А может негативно воздействовать на развитие плода в банке во время беременности имеется в виду. Поэтому не чаще двух раз в неделю периметуют периметру печени, а не в некоторых витамин Почищи. Так что вот этот важный момент и наша рекомендация пакет, они хороши только для поддержания нормального поддержания для кожи веса вашей колотухи не боли. Спасибо. Еще есть вопросы, коллеги? Спасибо. Тогда тебе даем слово. Слово с дешевыми летом. Меня зовут Лариса Александровна Марченко. Я представляю Российский научный социал медицинской реабилитации Курант-Алуки МИГздрав в России. Всю жизнь я занимаюсь остеопорозом. И, как я поняла, эта тема очень интересна врачам разных специальностей. Но сегодня мы поговорим прежде всего о постминопаузальном остеопорозе, поскольку, я так понимаю, основная аудитория здесь гинекологи, правильно? Или есть другие специальности терапевты. Тоже, конечно, актуально. Итак, остеопороз. Остеопороз это системное заболевание скелета, для которого характерны снижение прочности костной ткани и повышение риска развития перелома. Другими словами, остеопороз это заболевание, и которого характерна патологическая хрупкость кости. Когда кость становится настолько хрупка, легко ромок ломается. Возникает перелом на дробном месте. И вот такое дактологическое изменение прочности кости, характерное для этого заболевания, возникает за счет того, что изменяются два основных снижения параметра, которые входят в понятие прочности кости. Во-первых, теряется костная масса и разряжается минеральная костная скользка. Прежде всего, это связано с тем, что теряется в костях содержание костных минералов. Во-вторых, ухудшается качество костной ткани. То есть снижается костная архитектура, нарушается костное ремоделирование, оно ускоряется, кость становится таким более интенсивным обменом, прежде всего, ускоряется резонция, окапливаются вот такие множественные структурные микроповреждения за счет того, что истончаются и разрушаются костные пробегы и снижается минерализация. На самом деле, костопород это мунифак, костные заболевания, в настоящее время выделено почти 50 различных патогенетических кислокостопорозов, и в принципе, видите, практически в любой нозологии есть заболевания, которые осложняются старичным остеопорозом. Но все-таки чаще всего мы встречаемся с первичным остеопорозом, костные костные кислоты, которые мы и 80-85 процессов всех диагнозов. И на самом деле, занимаются внецушка, оказалось бы, костные кислоты, гинекологи занимаются. На самом деле, это типичная мутидисциплинарная проблема, потому что такие пациенты приходят и к терапевтам, к врачам, и к кримотологам, и к эндокринологам, а сепирилокам попадают форматом почему поздно пуза льна стопороз называют безмолвной эпидемии 21 века то есть не спит и свиной гриб да вот именно у стопороз во-первых давайте разберемся почему эпидемии потому что топороз до одной из самых распространенных заболеваний вообще людей старше группы это возрастной забред прежде всего женщин мире 200 миллионов человек это уже шить и 200 миллионов среднем 30 процентов женщин после наступления на и поскольку развитие стопороза четко связано с процессом старинного первичного повару связи с тем что увеличивается продолжительность жизни медицина идет вперед увеличивается доля пожилых и старых людей в нашей структуре населения в принципе тенденция характерно практически для всех стран большими частей для наших стран увеличивается заболеваемость стопороза увеличивается частота осложнений связано осложнениями являются переломы и вот видите по прогнозам эпидемиолога 2050 году по сравнению к 2000 частота перелома шейфа эпидемиолога типичных пубератические переломы растут примерно в три раза причем в основном у женщин потому что женщины страдают стопорозом в среднем в 3-4 раза чаще чем мужчины 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 тоже болеют поэтому тоже нельзя о них забывать в основном конечно это женская проблема почему это эпидемия для россии тоже вот в общем население россии знаете да какое примерно 143 миллиона да согласно последний пейси этой мужчины и женщины и дети и подростки вот все мы вместе взяты так вот из этих 143 миллионов 11 половина миллионов только женщин имеет высокий риск развития перелома при значительной травмой ну вот еще про эпидемию да немножко почему такой название получила проблема здесь на этой карте такую словно показано распространенность перелома шейфа драм чистота среди женщин различных стран мира вот этот систематический обзор вышел в начале 2015 года для нас вот членов президиума российской ассоциации господской породы это безумно ценная публикация потому что впервые были приняты технологические данные россии которые были представлены российской ассоциации господской породы раньше не принимали по разным причинам я считаю некачественным просто политически принял наконец приняли и провели анализ среди 63 стран мира по частоте перелома шейки бедра связанных с в россии и оказалось что когда сравнили чистоту разных странах чистота перелома шейки бедра в россии оказалось по уровню самых высоких значений у нее она красная то есть это говорит о том что у нас да как по многим прежде всего северных странах но это вся территория нашей страны высокая распространенность устопороза перелома шейки бедра поэтому наши женщины среди женщин наши женщины да экстренно нуждаются решение проблемы назначение трофею стопороза чтобы снизить чем связана латинская америка почему не зеленая частота а брать разе и брать вам потому что там близко к акватору солнца и генетика я про это еще скажу генетические особенности вот даже африка тоже взять зеленый солнца много австралия австралию смотрите значит это эпидемиологически давно еще знаете чего зависит дело в том что частота она меняется во многих странах например сша канада топороз является государственной проблемой лет 15 у них лечит у нас сахарный диабет обязательно печенью пустопороз и если мы говорим например азиатские страны не очень высокая частота на нем луна на растет потому что там просто порозами то не занимаются в принципе занимаются так на зрении нормально обращать внимание проект как ведь мы сейчас они говорим да а сша канаду европу многие страны это будет особенно северной страны скандинавский никто вообще государственный проблем то что них высокая всегда была чистота за счет того что они серьезно этим занимаются жиле 15 них чистота перелома шейки бедра снижается мы пока на том уровне когда мы зафиксировали поэтому мы сейчас красным и будем надеяться что общими усилиями по наших женщин будем лечить у нас тоже мы будем оранжевых будет снижаться частота зависит почему зеленый потому что есть например генетические факторы от раз это прежде все белая раса страдает северная у стопорозом там в основном латинамериканская да вот афроамериканцы очень редко афроамериканцы болеют у стопорозом когда они живут в америке вот у них кожи приспособлены так восприятию солнечного света выработки витамины d как защитная реакция в условиях высокой инсоляции а когда они мигрируют северные страны там очень высокий процент черного населения в сша в канаде у них вот эти все адаптогена механизм они уже становятся вредны кожи не воспринимает солнце темная да витамин d не жуткий дефицит витамина d и они болеют у стопорозом чаще чем белый раз вот такие да законоверности на самом деле как бы от многих вещей зависит даже от качества сбора эпидемиологическая информация но по крайней мере много объяснений вот вот то что опубликовано то чем мы до апеллируем вот это есть это как бы сейчас то что владеет ученые все всех стран и всегда вот этот везде на всех эпидемиологических конгрессов вот этот слотка фигурирует и вот мы красные да у нас высокая частота первое да самое тяжелое вообще сложнее у стопороза да это перелом шеги метра по нему проводятся эпидемиологические исследования в принципе из-за высокой частоты перелома шейхи бедра у италии частота растет и стала часто актуальна эта проблема второй по значимости и переломов при стопорозе которые имеют медико-социальное значение это компрессионный перелом позвонков они конечно не характеризуются такой летальностью но среднем вот они очень как бы более высокое распространение среднем каждой четвертой женщина старше 50 лет иметь хотя бы один компрессионный перелом связан с устопорозом к сожалению почти всегда женщина не знает об этом что не болит спина именно из-за компрессионного перелома а это часто и даже ничьи врач об этом не подозревает то есть причина можно придумать разные но вот причины да сейчас я покажу вот такая компрессия а чаще всего при стопорозе не бывают множество почему теперь без бог почему эпидемия понятно почему безмолвная эпидемия потому что вот это нарушение структуры костной ткани потери костной массы на которые показывают клинически никак не проявляется и женщина и мужчина выжить уже имея пустого пороза цитометрии но при этом не будут себя прекрасно чувствовать его и когда начинаются клинические проведения когда начинается осложнение переломы очень часто давите просто по узи нет характерно какой-либо пилинки кроме уже развившийся перелом именно перелом является первым с дому в парус в большинстве случаев то есть либо это типичный привод локализации типичная для уступопороза перелома бедра перелома позвонков и перелом лучевой кости в типичном месте это как правило самый ранний перелом для женщины на паузе и вам могут такие другие да типичные тоже для автопороза локализации тяжелый перелом перелом жители плеча сочетанные множественные переломы костей голени и дистального отдела бедра тазовых костей и другие вот женщина вступает на паузу средний возраст пенопаузы 51 год и начинается менопузальная потеря костной массы на фоне снижения водопродукции строки отличниками и вот как только начинается менопузальная потеря костной массы возрастает частота перелома самое как я уже сказала да прежде всего возрастает частота перелома предплечьем затем начинает расти частота перелома позвонков видите это самый частный перелом женщин на паузе и уже после до 65 начинает развиваться переложить но не обязательно такие клинические переломы до возникают паузы и чаще всего первая причина по которой они вращаются врачу боль в спине боль в спине который возникает при вертикальной чаще всего в двое развивается да потому что идет там нагрузка на позвоночник когда он стоит вот это дает компрессию и развитие боли во-вторых начинают жаловаться на развитие вот этого характерного грудного гипергенфоза патологического потому что как правило не могут принять нормальное вертикальное положение тела за счет компрессии позвонков укорачивается туловище снижается рост как минимум на 3-4 сантиметра по сравнению с ростом молодости иногда такие пациенты теряют рост 7-10-12 сантиметров у нас в центре остеопороза в каждом кабинете стоит ростомер то есть он не только должен быть педиатром ой вроде я уменьшил давайте посмотрим и знаете какой сюрприз для женщин боже мой я что 8 сантиметров рости потеряла да вот это характерный за счет компрессии тела позвонков да вот таких вот характерной деформации такие пациенты теряют способность прямостоянием самостоятельным движением видите позвоночник уже не способен поддерживать вертикально положение тела пациент гнутся в земле когда они уходят да они вынуждены опираться на какую-то вспомогательную опору то есть трость потом уже и когда они стоят у вас на приеме как правило найти опираются на стол на стул потому что вот уже такие патологические изменения естественно что теряется способность самообслуживания способность выполнять обычную привычную работу не очень часто бывает депрессия потому что они просто теряют обычные свои функциональные возможности более постоянно и в итоге если вовремя не назначить лечение остеопороза в итоге все заканчивается инвалидностью и повышением риска смерти устопороза очень мультифакторное заболевание нужно четко понимать что да ну в среднем на 70 процентов до 80 процентов риск развития остеопороза зависит от наследственности потому что скажем определенном возрасте вперед не на паузу уступают все женщины и все женщины живут состоянии дефицита эстрогена вроде как да у всех одинаково но у стопороз развивается только одно из трех-четырех то есть вот остальным да то есть одной женщине не повезло а две допустим другие у них все в порядке у них нету стопороз хотя у них тоже дефицит эстрогенов и тоже есть определенные наползальные потери костной массы а вот одна из трех-четырех у которой мама вероятно страдала у стопороза а еще есть различные факторы риск может быть она еще в подростковом возрасте набрала хорошую пиковую костную массу вот у нее как раз и будет развиваться после наползального стопороза поэтому дефицит эстрогенов это не основной фактор который приводит к развитию заболевания кроме генетической предрасположенности играет роль особенности образа жизни неправильное питание достаток потребления кальция витамина d недостаточная физическая активность гипотинамия потому что кости у нас получает и плюс в основном от мышц когда работают мышцы да соответственно укрепляется и кость и между прочим знаете вот у нас когда впервые вообще узнали слова в россии и где остались у нас в институте медико-эгологических проблем когда учились первые полеты в космос вот длительный уже когда да и он полетел длительную гагарина два венка сделал а когда уже стали пребывать длительно неделями и и понятно что космонавты это были самые здоровые люди которых отбирали вот просто путем многократного отбора и вот самых здоровых единственного туда отправлялись и когда вот эти здоровые люди сверх здоровые потом через 2-3 месяца прилетали на землю выяснялось что у них была потеря 30 процентов и возникали вдруг перелом почему потому что в состоянии невесомости у них фактически не было никакой физической нагрузки и кости просто теряли качественно поэтому разрабатывать да знаете там тренируются у них тренажера специально чтобы хоть как-то компенсировать вот эти вещи и вот это вот надо четко понимать что когда мы не двигаемся и когда мы не занимаемся спортом мы фактически космонавты то есть в том плане что мы живем в состоянии такой вот бытовой невесомости и наши мышцы не тренируются и поэтому понятно что кости тоже будет страдать ну плюс конечно к развитию стопороза предрасполагает коморбитные заболевания показала насколько заболеваний осложняются стопорозом лекарственной терапии прежде всего глюкокротикоиды противосудожные препараты амтоциды которые все да в комплексе провоцируют потерю костной массы развитию стопороза и перевоз но обычно да когда нам приходит конкретная пациентка чего мы начинаем прежде всего оценим факторы диска если они есть это первый да скрининг уже мы рассматриваем необходимость обследования спрашивают что вот всем женщинами на паузе надо делать энцитометрию нет не все а тем у кого есть риск не надо всем посылать значит какие факторы риска прежде всего обратите внимание возраст старше 65 лет потому что средний возраст диагноза остеопороза если уже в возрасте старше 50 лет то есть менопаузе были переломы преминимальный травм если была ранее особенно хирургическая менопауза либо указали на позднее минархия гипоканадизм до достаточных функций яичников в молодом возрасте если было в возрасте было скажем низкой минеральной плотной сквозь найти надо молодые женщины приходят на донсит Дмитриев и делали донсит Дмитриев и говорили у вас дефицит эпиковой костной массы и это конечно женщина будет потом кандидатами развития косменно-гузального столбороза менопаузе и лечить как правило это не лечит если нет переломов но вот то что уже молодом возрасте был дефицит костной массы чаще всего это бывает как раз после беременности когда это не исполняется дефицит костной препарата вот это конечно факт риска еще один важный факт риска дефицит массы тела и остопороз при остопорозе на вниз на сплевание когда вы будете вредно потому что у остопороза болит в основном худощавые женщины с дефицитом массы вообще тела и с дефицитом развития подхожной жировой клетчатки женщины полные додородные у которых много жировой ткани соответственно много ароматазы они даже в менопаузе нет высокий уровень эстрогенов за счет ароматизации из адрогенов и поэтому у них остопороз как правило считается черепа а вот в учебниках если вы почитаете про устопороз даже пишут эти остопорозные тип женщины что это такое я даже сразу смотрю докажи сейчас на себя посмотрит подходит ли это значит что так вот это чаще всего болит женщины невысокого роста изящные да тонкокосные вот как статуэточки как правило это белокожие глубоклазые женщины блондинки или рыжие вот этот фенотип да является отражением исходно низкой костной массы да кто-то улыбается радуется за себя что да не подходит вот этот фенотип является отражением как раз вот как бы конституциональной предрасположенности костного пороза поэтому когда имеется дефицит массы тела близок девятнадцати восемнадцати с половиной это фактор риска и вот например сша и вот у них с вами как бы каждой стране свои стандарты у них если женщина в менопаузе здесь меньше пятидесяти семи килограммов это является показанием для лечения остопороза вот так они относятся к этому факту значит следующий значимый фактор прием глюкокортикоидов пенорабин галлюнских дозов низкая физическая активность либо вынужденной длительной мобилизации по каким-либо причинам недостаточное потребление кальция дефицит витамина d вредные привычки к курению злоупотребление алкоголем негативно влияют данным костный метаболизм очень многие заболевали но вот сам таким значимым считается ревматоидной артре и опять же да возвращаясь классификация показываю что очень много патологии при разных скажем залоги их могут с вами от старичного стопороза остеопороз это не только безможная эпидемия это еще вот знаете типичная такая мульти дисциплинарная проблема и до сих пор не определено какая учет по специально даже заниматься стопороз потому что такие пациенты теоретически могут прийти к разным врачам но чаще всего наше исследование показалось что чаще всего занимаются этой проблемой специалисты эндокринологи и ревматологи и неврологи 60 процентов неврологов ответили что ведут терапевт 40 процентов терапевт это тоже достаточно высокий процент потому что масса других проблем до промышленной специальности занимаются ведением пациентов с косменно-глазальным стопорозом но если это больно детально для лучше всего профилактировать и лунная болезнь и так далее после метастаза далее необходимо определить фактор риска под влиянием на развитие стопороз вы их уже знаете если есть возможность да если это манифицирует фактор рисков каждого возможности его строить чтобы заболевали не прогрессировала далее необходимо подобрать это важную терапию с учетом особенности действия препарата показания против показаний и предпочтение пациентки по режиму газировки предоставить информацию пациент для заболевания и актуализировать нее понимание высокого риска перелом дать общие рекомендации по коррекции образа жизни питание профилактика падения физические упражнения и позитивно мотивировать больного на инициацию терапии вполне рекомендации по лечению потому что терапия будет длительной минимум три года 3-5 лет средняя длительность лечения и конечно успех лечения прежде всего зависит от того насколько регулярно принимает пациент препарат а вот разберем разные клинические ситуации а вы когда вообще приводитель сантиметрии назначать лечение и так с чего мы начинаем по приходит женщина периоде постменопаузы с чего мы начинаем прежде всего со оценки факторов риска который вы уже знаете и если возраст моложе 65 лет и отсутствует другие вообще какие-либо факторы риска то есть нет факторов риски относительно молодой возраст мы считаем что риск остеопороза снег перелом мы считаем что риск развития остеопороза низкий не надо проводить пост на дельсинтометрику отпускаем спокойно пациентку можем просто рекомендовать общие меры профилактики да и мониторинг раз пять лет что какая может быть профилактика рекомендации для таких пациентов с практически здорово без риска адекватные питания достаточно потреблением кальций витамин отека прежде всегда молочные продукты поставщики кальций витамин d это рыба хорошая жирная достаточная инсолякции и месяцы гулять для того чтобы опять же выработался витамин и как важный фактор нейрализация пусты поддержание нормальной массы тела убегать похудание и диеты куда отказ от вредных привычек кстати вот этот факт еще для вас девочек подростков очень имплали на которые начинают активно худеть и черно ограничивая как правило самые полезные продукты и за это не просто не убирают в кубертате свой вид костной массы как раз потом когда они начинают дорожать не поступает период беременности лактации при дефиците костной массы приводить из логической потери варю беременности кальция костями у них возникает выраженнейшую стопени часто ставят диагноз уступороза иногда бывает даже перелом поэтому каждую профилактику да потом нужно начинать подросткового возраста минопаузальная гормональная терапия для женщин на паузе если есть показания гимнаторический синдром нет против показаний регулярные физические упражнения как универсальный такой самый безопасный распространенный профилактики препараты витамина d и кальций следующей ситуации ваша женщина на паузе оцениваем фактор риска и оказалось что уже из факторов риска есть перелом перелом произошедшие возрасте 50 лет при минимальной травме то есть например при падении с высоты собственного роста или приведет травм или вообще без травм как такового какие бывают перелом мы тоже разобрали обратите внимание что в этом случае сразу должно быть назначено лечение стопороза и даже не обязательно проводить костную денситометрию потому что наличие постопородического перелом менопауз при минимальной травме является превалентом сразу клинического диагноза устопороза почему важно даже если женщина не может сделать здесь рекомендовать терапин потому что у женщин перенесших низкоэнергетический перелом любой из последующих возрастает сразу на 8 6 процентов у одной из пяти женщин которые имеют один и множественный компрессионный перелом позвонков много перелом позвонка развивается уже в течение следующего года женщин перелома предплечье доказал перелом лучевой кости как правило быстро остается это с ним даже честно работу ходит ничего тем не менее это сразу повышает риск перелом шейки бедра 50 процентов несмотря на это половина женщин после перенесенного стопородического перелома причем видеть это западные данные даже не получает стопородической терапии но бывает так что перелома бывают субклинические то есть не клинический перелом когда сразу пациентка приходит к травматологу а например медленно прогрессирующие компрессионные переломы тел позвонков это тоже проявление переломов но пациентки в этот в этом случае обращается к нам уже с каким-то хроническими жалоб и вот эти вот на этом слайде очень хорошо показано как меняется внешность при остеопорозе и наследная перерасположенность это мать страдающего стопорозом уже тяжелую а это ее дочь женщина пока что вступившая в менопаузу обратите внимание видите какая разница в рост при этом талия у этих женщин находится на одном уровне то есть генетический рост у них одинаковый да вот но при этом за счет украшения туловища и на самом деле конечно здесь однозначно показано лечение но на самом деле вот у этой пациентке ведь она худощавого телосложения такая стеничные вся худенькая она точно будет иметь стопороз и скорее всего через 10-15 тоже перед таком состоянии чтобы этого не случилось лечение надо начинать в обоих случаях какими жалобами могут обратиться на хроническую боль спине на потерю роста на два сантиметра за последний год-два либо на 4 сантиметра или более по сравнению с ростом молодости вот как в этом случае или на выраженный грудной гипергиоз как правило мы своих пациентов видим даже знаете вот от 3 кабинета когда такая пациентка к нам заходит сразу все понятно выглядеть диагноз проводим нет ли это какой-то другой патологии который может быть иногда вот так конечно таких пациентов видно сразу приходит вот такая больная принципе могут быть разные варианты нужно четко понимать что может быть патологический грудной гипоз а может просто нарушение осадки это тоже есть место поэтому есть очень два простых теста которых можно сразу двигать грудной гипоз патологически связано с компрессионными перелогами первый тест это попросить пациентку прислониться к стене и в норме до коснуться четырьмя точками вот пациентки с патологическим грудным гипозом если есть компрессионный перелог не могут коснуться затылка вертикальной поверхности как бы они не старались либо определить расстояние между двенадцатыми ребрами и верхний край подушных костей в норме оно равно что где-то среднем четыре пальца врача если это расстояние два пальца и менее это говорит о том что опять же за счет компрессии позвонков ребра начинает опускаться в верхнем подушных костей это тоже проявление как бы мы подозреваем что мы с такого центра делает управляем куда рентгенограмма даже не на динситометрию мы должны выяснить вот и за счет чего мы такие изменения позвоночника за счет чего болит спина и потери роста динситометрия же только кальций считает она нужно выявить уже органические изменения мы проводим рентгенографию грудного и поясничного отдела позвоночника боковой проекции и вот какую картину мы уже при тяжелом остеопорозе это три рентгенограмма трех пациентов с тяжелым остеопорозом во-первых видно да какая прозрачная костная ткань она фактически не отличается от левочной то есть весь кальций вынулся и видно подчеркнутость картикального слоя опорных площадок позвонков резко выражена связано с тем что в основном первую очередь теряется вымывается трапикулярное вещество а критикальное сохраняется намного дольше и вот так вот да такой вот рентген контрастность имеет из-за этого видно на рентгеновском снимке видите даже связочный аппарат просвечивает сквозь позвонки настолько они потеряли кальций но если вот есть даже эти все признаки которые перечислила я и даже рентгеновом пишу признаки остеопороза диагноз только вот по этим признакам поставить нельзя достоверным признакам остеопороза когда можно без динцитометрии назначить лечение является наличие хотя в одной компрессионной деформации вот как выглядит компрессионный перелом идите так как уменьшена высота делом а это компрессионная деформация вот в этом случае да вот еще одна компрессионная деформация сразу ставим тяжелую стопороз на здесь то же самое вот здесь просто клуба засвета клубитом века прессионной деформации на этом рентгеновского снимки тоже ведь и перейдем глиновидной деформации компрессионный перелом совершенно спасибо во всех этих случаях да мы можем сразу поставить диагноз устропорозы назначить терапию лучше конечно сделаем динцитометрию чтобы потом лечение контролировать но даже если нет такой возможности все равно это показатель для назначения лечения следующая клиническая ситуация опять же оценим факт для риска переломов по анализе нет но если возраст женщины без переломов 65 лет и старше либо моложе 65 есть хотя бы один из других факторов когда клинический фактор риска который мы разбирали то есть в этом случае показано проведение костной динцитометрии для постановки диагноза мне подходят периферические методы сейчас много лучевые вот кости сколько ультразвуковые методики это в лучшем случае скрининг но диагноз они никогда не ставят нужна динцитометрия позвоночника и проксимального отдела бедра в москве в принципе нет таких проблем сам оснащенный город по костным динцитометров россии причем 80 процентов 80 процентов всех динцитометров нашей страны находятся в москве по всем стандартам европейских у нас несколько раз даже переизбыток динцитометров там что на 40 тысяч нужно там уходить на титул это москва переснащена поэтому принципе проблем сделан из это делается в принципе в москве не но самое то что был динцитометр нормально полнокомплектно заследовал позвоночник и и шейку бедра если хотя бы в одном отделе появляется стопороз ставится служебный системный стопороз вот так проводится исследование что такое стопороз когда костная масса в среднем показать четыре позвонка или шейки бедра снижена более чем 1,5 планете если при этом еще есть перелом хотя бы один практически уже ставить например позвонка или другую перенесу физически ставится диагноз тяжелого стопороза но женщина здорово если нет и критерии от минус одного и выше и есть еще такое состояние как у стопеники это когда ты критерий снижен от минус одного до минус двух с половиной стандартных отклонений увидите такой желтый цвет промежуточный не норма и вроде как еще не диагноз но по стопеники нужно относиться очень серьезно то есть если у женщины у меня на паузе выделенная стопеники она требует определенного внимания потому что было показано что половина перелома в менопаузе возникает еще и так посмотрите вроде и факторы риска лучше здесь посчитать риск перелом это алгоритм расчета риска перелома мужчины и женщины вырастут и старше 40 лет не все страны они фраз но вот большим достижением наших ученых является то что фраз есть на русском языке мы можем рассчитывать для своих пациентов а наша эпидемиологическая вот именно ситуация потому что каждая страна в силу хорошо против братье она имеет свой риск каждой стране из страны от высокого до низкого бросил средний промежуточный ниже чем скандинавских северных странах поэтому это имеет значение вот открывается сайт просто вводим дату рождения вес роста отвечаем на вопросы семейные значение можно ввести но даже если нет просто не проведена после демитрии фраз выдачу результат практически такой же даже если нет после если нет на рабочем столе компьютера очень много такие есть простые у нас разработаны а в счетике картонных круги по которым можно рассчитать а я вообще считаю риск вот с вами у всех практически лежат таки сенсорми грамм и вот по мобильному телефону это очень быстро 30 минут бесплатно загружается программа фраз получать быстрее чем на компьютере я обычно рассчитываю таким образом что дает фраз позволяет оценить риск решить лечить или не лечить когда есть сомнение врачи не совсем понятно например женщина 65 лет имеет риск абсолютно риск перелома 20 процентов красные зоны риск высокий несмотря на наличие ступеней она нуждается в лечении потому что очень большая вероятность что она в ближайшую зиму голове что-нибудь себе сломает если там мы видим разные возможные клинические ситуации назначение лечения и если все таки мы пришли заключили что да да и показано какой мы будем выбирать препарат для лечения устопороза применяется без фосфоната но это основная группа для лечения терапия первого выбора применяется с этой целью олендронат виситронат зелендронат дэбодронат значит дэна сумма перипаратит или как последняя терапия последнего выбора строится ранила обязательным дополнением любой терапии является витамин d женщина на на паузе назначается дозе не менее 800 международных единиц по цене это 800 2000 единиц если значит нужно четко понимать что мы назначаем на типе витамин d только в том случае если мы если снижена функция почек у пациентки и скорость клубочковой фильтрации ниже в минуту есть смысл обычный витамин d заменить на альфа-голицидол активный метаболин но сейчас из-за рисков сердечно-сосудистых которые выделены с осторожностью назначают соли кальций пожилой блюде когда отместные росты имеется уже сердечно-сосудистая патология поэтому соли кальция то есть мы рекомендаем просто диету с достаточным потреблением кальция чаще всего три порции молочных продуктов 9 может каждый человек если женщина говорит я вообще молочные продукты не ею я их или не люблю или не переношу для чего-то другое конечно в этом случае конечно нужно соли кальций все-таки добавлять в безопасной дозе 800000 международных единиц это не ассоциируется ни с какими побочными эффектами потому что при кальциевом дефиците терапия будет малоэффективен бискосфонаты это основная группа препаратов которые назначают лечение стопороза в мире ну примерно 90 процентов всех процентов в мире получаем бискосфонаты как они работают механизм действия у всех примерно одинаковые то есть они необратимо связываются с минеральным компонентом костей и сосредотачиваются в участках активной костной резорции вот это у стокла клетка которая осуществляет да когда она вода вместе резорции путем эндоцитозы по 100 класс начинает поглощать бискосфонат бискосфонат безорганизует работу у стокласта он утрачивает свою счетушную каю потеряет способность резорбировать кости в итоге повышается скорость гибели апоптоз таким образом снижается количество зрелых у стокласта снижается функциональная активность и резко усиливается резорцией кости таким образом бискосфонаты это таких в чистом виде антирезорктивные препараты ну вот видите как опять же вот работают бискосфонаты задержащие бискосфонаты современные самые мощные ведь они дезорганизуют внутренние скелеты стокласта способствует утрате щеточной каюнки за счет которой стокла двигается по резортивной поверхности нарушает активность лизосомазных ферментов внутривенческие движения визикул и нарушают папку все современные бискосфонаты эффективно они азотсодержащие потому что было показано что введение в химическую структуру бискосфоната просто атомоазота в присутствии атомоазота резко повышает антирезорктивную способность препарата и конечно клиническую эффективность первым таким азотсодержащим бискосфонатом который продемонстрировал невероятную антирезорктивную мощь и открыл дорогу все последующим азотсодержащим бискосфонатом был алиндронат видите алиндронат выделила желтых потому что он считается традиционно золотым стандартом лечения остеопороза как правило это первый препарат выбора и в мире это самый назначаемый препарат для лечения остеопороза но почему золотой стандарт потому что алиндронат это единственный вообще из всех даже сравнивая с более новыми современными препаратами это единственный препарат который в чистом виде показал снижение риска всех трех типичных остеопорологических перелоков у женщин с остеопорозом это было исследование ФИТ в который включались женщины как минимум один с одним перелом позвонка с тяжелым остеопорозом и лечение алиндроната в сравнении с плацебо а плацебо это был кальций с витамином D почему кальций с витамином D является лечением только без активного препарата значит лечение алиндроната на 55% снижает риск развития новых переловов позвонков на 51% снижает риск развития перелова шеи в бедра и на 48% снижается риск развития переломов дистального отдела риск переломов снижается примерно два раза риск снижается достаточно быстро ну что значит понятие быстро если повышено это реальное давление мы даем препарат антигипертензивные и там через час давление начинает снижаться быстро костный метаболизм это немножко другое понятие и цикл костного ремоделирования завершается только да проходит за три месяца он течет намного медленнее поэтому первые признаки повышения костной массы можно заметить только через то есть самое раннее через полгода обычно через год и самое заметное снижение риска укрепления костя тоже наблюдается самое раннее через год то есть средняя длительность лечения 3 года когда уже риск снижается через год мы считаем что это быстро в течение года укрепляется костная ткань вот видите при лечении олигранатов в сравнении с плацебо риск переломов позвонков через год уже ниже на 59% риск перелома шеи кедра снижается уже через полтора года на 63% и вот когда есть переломы например или высокий фракс ну и например не сделано костной динцитометрии почему потому что на самом деле не всегда динцитометрия может быть полезна даже для контроля эффективности лечения все бисоспанаты азотсодержащие эффективно снижают риск переломов они все эффективны лечение но при этом не очень умеренно повышают костную массу даже если вы иногда сделаете через год через два которые можно не увидеть никакой динамки что значит нет эффекта нет это говорит о том что просто косметаболизм течет так что природа даже просто стабилизация костной ткани уже считается хорошим результатом было показано что не важно не растает костной массы и она просто остается на том же уровне если терапии нужно продолжать средняя длительность лечения остеопороза в среднем 3-5 лет но иногда мы продолжаем терапии длительно по 8-10 лет в том случае если сохраняется высокий переломов например на фоне лечения все равно происходит перелом несмотря на то, что мы лечим присутствует значимо или появляется на фоне терапии новый фактор риска что усложняет физическую ситуацию и сохраняются низкие показатели костной массы все равно пациентка остается с устрою породу и наконец следующая ситуация когда несмотря на лечение имеется прогрессирующая потеря костной массы поэтому мы должны все равно продолжать лечение чтобы добиться клинического результата в настоящее время опыт применения алинграната непрерывного составляет 10 лет и было показано что даже если существует клиническая необходимость лечить пациенту алингранатов длительно в 20 лет видим резистенции терапии не возникает стойко видите на 70% примерно подавляется резонт музыковской ткани мы можем то есть нет развития системы то есть мы можем ридранат начать так долго как это необходимо на самом деле сейчас я немножко отвлекусь такое вступление маленькое что она наверное будет в тему считается что в среднем терапии без фосфоната пять лет а дальше уже по редкой клинической необходимости и на последнем всеверном конгрессе полу стопороз был очень интересный симпозиум такие научные дебаты я как раз обсуждалась как долго лечить вот пять лет и закончить либо лечить длительно мнения примерно разделились симпозиум был построен так что вот ну как бы к концу симпозиума аудитория должны подводить так лектором логическому решению что к концу симпозиума вот аудитория должна считать что да больше 5 лет и с фосфонатами лечить нельзя и каково знаете это было я вот никогда не забуду такой вот шок для лекторов когда вот было интерактивное голосование на вопрос вот вы пролечили там допустим без фосфонатами 10 лет вот такие то результаты что делаем дальше я ожидала что будет отменяем и назначаем другой препарат 90 процентов аудитории ответила продолжаем лечить дальше вот я первый раз видела не то что конфуз потому что там большие лечили сидели да но просто не на уме как же так полтора часа читали да вот объясняли и все равно то есть вот клиницисты ученые которые работают с препаратом да они понимают что эффект то есть как бы долго это не было это будет безопасно эффективно даже потому что имеют уже свой собственный клинический опыт это кстати данная Великобритания страна с достаточно высоким уровнем жизни и вы видите что несмотря на то что появляются новые препараты год от года это данные с 2005 до 2010 года чистота назначения олендроната неуклонно увеличивается и видите во многих городах и регионах Великобритании чистота назначения олендроната составляет от 95 до 100 процентов век вообще лечит только ветронат но за счет чего за счет дженериков потому что мы сейчас говорим не только понятие эффективности но еще понятие фармакоэкономика лечение должно быть не только эффективным оно еще должно быть доступным вот и конечно эту проблему решают дженерики но дженерики они должны быть не только да как бы доступны но должны конечно быть качественными вот по требованию FDA чтобы дженерик он действительно хороший должен удовлетворять строгим стандартам производства вот таким же практически как оригинальный препарат и вот таким препаратом является фороза который содержит алидроновую кислоту со специальной оболочкой полностью биопереваренный оригинальный алидронатус и конечно то есть главное что это качественный препарат европейского производства хотя не против импортозамещения но тем не менее доступны которые абсолютно решаются у нас проблема лечения то есть правила по назначению препарата такие же как у любого перорального гисуспаната нужно помнить что фороза также как любой другой препарат алидроната или резидроната назначается всегда когда пациентка встала с постели приняла вертикальное положение принимается строго натощак таблеточка запивается стакана воды 30 минут нельзя принимать горизонтальное положение ложиться принимать какую-то пищу жидкой все это необходимо для того чтобы обеспечить адекватную абсорбцию препарата чтобы не было осложнение какое-то раздражение пищевода на самом деле вроде бы такие сложные правила нужно четко понимать что принимается всего одна таблетка в неделю до 7 грамм одна таблетка в неделю поэтому большинство пациентов это удобно если мы говорим о форозе или на собственности этого препарата является еще наличие уникальной запатентованной полочки которая позволяет освобождаться активному веществу полиентрана уже минуя верхние отделы жирно-кишечного тракта поэтому риск развития каких-то осложнений со стороны для них отдела ДжКТ сводится фактически к минимуму итак разобраться с вами разные методы лечения фороза если тяжелый фороз я показывала несколько таких пациентов с тяжелыми органическими проявлениями что вообще такое стоп-вороз когда уже есть хотя бы один перелом а чаще всего переломы но в целом считается что наверное это все-таки стоп-вороз который за переломы приводит к выраженному снижению качества жизни и трудоспособности вот в этом случае мы говорим что да это тяжелое заболевание которое требует специального введения что мы делаем с пациентом у которых уже находится на выраженной тяжелой стадии безусловно первое все-таки мы назначаем патогенетическую терапию как основу да обязательно кроме этого показаны реабилитации восстановительное лечение физические упражнения лечебные физкультуры физиотерапии обязательно если есть компрессионные переломы рекомендуем ношение полужесткого корсета симптоматическая терапия то есть обезболивающие если есть эмоциональные нарушения не седативные препараты в редких случаях даже проводят верно проектифопластику то есть вводят специальный цемент в позвонки чтобы их зафиксировать чтобы не прогрессировала компрессию в меньшем болевой синдром итак у вас на приеме пациентка с тяжелым после накузального стопороза что делать ну гинеколог да терапевт может спокойно назначить лечение любого стопороза а далее необходимо направить пациентку в специализированный центр медицинской реабилитации вот таким центром главным учреждением в России является наш центр у нас самое лучшее оборудование в России которое позволяет проводить реабилитацию любых по разным залогам в том числе по стопорозу нас стопорозом занимает отдел отдел инфекронологии если у вас есть такие пациенты бессложные направляете к нам у нас есть возможность лечения и по ОМС и по ДМС и по пациенту если пациенту если пациент хочет быстро сразу попасть в специалии все варианты лечения все мы окажем медицинскую помощь мы и по москве и по полу у нас после этого можно бесплатно лечиться если 1 после этого можно бесплатно лечиться если компания ПЕРКУШКОВ это наша клиническая база, наше желудокое лицо, там лечится только по ОМС, Москва и Московская область может лечиться, и если мы видим, что пациенту нуждается в реабилитации, подаем направление в реабилитационный комплекс, надо туда ездить, но великолепно это у нас, все аппаратуры, бассейн, если необходимо, все тоже получают в область реабилитации. В этом плане у вас. Спасибо за внимание. Да, да. Скажем, это с приедом, а хоть и в чем? Если на приеде перегон, значит мы факторились, что это с парус, нет никакой возможности сделать большую дистометрию, можно назначить лечение, но, как правило, мы не знаем, что данный алгоритм. Но чаще всего, если была только проведена дистометрия, появляется стопенинстого паруса, больше высказки ничего нет. Можно либо посчитать фракт, либо направить на большую дистометрию. То есть это как бы вот скрининг была дистометрия, да, вот дистометрия, и Сталин, вот это, видите, на 3200 делает. Она не годит ни для динамической оценки лечения, ни для продолжительности. Я вам дала все, вы, вот, пожалуйста, можете оценить какие-то критерии, да, и не решите, что дальше делать. Либо до обследования, то мы сразу на наших драйверах. Лариса Александровна, а сайт, сайт фракт скачать, вот у вас скачен он, вот откуда скачать фракт? Да, я же дала сцену, значит, проводите, смотрите, сейчас, забираете вот я-то, ой, фракт. Набрали, к тралу по-русски, или сайт, вот к тралу, прям сходите, там закраться, прак. Нажали и вашу фракт. Скажите, вот об этом фракт скачать? Да, я же, правда. А что значит молочные и кисломолочные? Есть молоко, а все остальное это кисломолочные. И творог, и йогурт. Чисто молоко вымечают. Пожалуйста, нельзя это пить молоко. Кто-то летит в правильной школе. Понимаете, это стоит вопрос. Коллеги, можно вас попросить? Если вы хотите, чтобы я ответила на ваши вопросы, я просто, естественно, прошу тишины, потому что я вынуждена всех вас перекричать, чтобы ответить. Потому что, конечно, когда вы зададите вопрос, вы захотите, чтобы все замолчали и слушали. Но я хочу все-таки, чтобы у каждого уделили нажимание, и была тишина. Что касается молока. Обычно, конечно, просто с возрастом снижается количество лактаза. И обычно то, что плохо переносит, либо это бывает врожденный, да, дефицит лактаза, спальня. Но чаще всего, когда мы говорим с возрастом, снижается усваивание просто молока. Кисломолочный продукт усваивается все хорошо. Поэтому, когда мы говорим, если ребенок любит молоко и пьет, замечательно, не надо у него его отбирать. Ничего, когда все замечательно. Особенность это пожилые люди, которые могут плохо переносить молочные продукты. Вреда никаких нет. Никакого нет, если это качественное молоко. Но если, значит, молочное, вот скажем, молоко не переносит, ничего страшного нет. Потому что в молоке содержится примерно 60 мг кальция на 100 г. А вот хорошими источниками являются сыры. Наши нормальные отечественные сыры. Российские, швейцарские, голландские. 600 мг на 100 г. Твердые сыры, мягкие сыры, сулугуни, янтарь, вот плавленые, да? 300 мг на 100 г. Поэтому если кефир содержит ряженка, ровно столько же кальция, сколько и обычное молоко. Ничем не хуже. И йогурт то же самое. Более того, и обезжиренные молочные продукты, да, и нормальные жирности кальция дают одинаковое количество. Если мы говорим о кефире и молоке. То есть когда, например, ну, пожилым людям говорят, вам жирные молочные продукты, ничего страшного. Кальций из обезжиренных молочных продуктов усваивается даже лучше. Поэтому в этом плане никаких особых проблем нет. Тем более сейчас вообще много таких вкусных молочных продуктов, да, и для детей тоже, всякие растишки и так далее. То есть это неважно. Главное, чтобы там содержался кальций. Значит, улица Новая Арбат, дом 32. Длежащий метро Смоленского вектора. Да, то есть это просто по-русски записка на кальций, да? Вот, гигантон, вот как-то. Ну, хорошо отношусь. А сейчас гигантон как раз это и есть. Масляный раствор витамина D3. То есть гигантон или АКО-D3, квадатриммонный раствор, мекантон, масляный раствор. Значит, одна капля содержит 500 международных единиц. То есть если мы говорим, как бы, среднюю профилактику остеопороза или добавление в форозе, две капли в день в среднем для женщин на менопаузе. Ну и в принципе, даже если нет остеопороза, мы сейчас уже вступаем в ноябрь, да? В зимнем месяце все проживающие выше 40 градусов северной широты, Москва это 56 градус, то есть мы входим сюда, должны себе витамин D давать с целью профилактики дефицита витамина D. То есть две капельки, каждый себе капает, или суммирует, например, там, ну, можно раз в неделю. 14 капель принимать, спокойненько, да. 500 международных единиц в капле, средняя потребность 1000 единиц в день, но некоторым требуется больше, например, полный. Лариса Александровна, а когда добавится лучше? Вот как говорили, в обед, значит, на хлеб. Витамин D в любое время можно добавить, даже раз в месяц. Например, вот, то есть после еды лучше. Значит, если это жиро-растворенный витамин декану, лучше его, конечно, на хлеб, или куда-то, знаете, в кашу, там, йогурт. Если это модный раствор, как вегандол, он, конечно, растворяется больше в воде, там, спиртовой стабилизатор, да, тогда лучше вода или сок, в общем, чтобы он растворялся, соответственно, в воде среде. Так, две недели. Что? Две недели. Почему две недели? Все зимние месяцы, три месяца, это для здоровых людей. А если проводится лечение остеопороза постоянно, постоянно. Вот, лечим 3-5 лет, значит, 3-5 лет даем витамин D. Лариса Александровна, а вот как, вот, если у остеопороз, там же, ну, профилактика может не определять витамин D. А вот если приступать к лечению, вот его по стандартам надо определить, он же дорогой, и многие отказываются. Что в этом делать? Сколько капель тогда витамина D дать? Хороший вопрос. На самом деле, не только лечению остеопороза, в общем, по стандартам, сейчас как раз слышали ленические лекарства, витамина D двое выходит. Это в гипотологическом научном центре Российской Центрации по лечению остеопорозов будет Декосегиадар. И вот такое вот резюме, краткое, мы опубликовали в четвертом номере журнала научно-практической ревматологии. Там вы все можете прочитать про это, но я вкратце скажу, что на самом деле уровень витамина D нужно определять не только, когда мы начинаем лечение остеопороза, а есть и много групп риска. Например, вот там, с дефицитом всасывания, с заболеваниями желудочно-кишечного травмы, с лестью стомалясы, даже после ротового. Вот, тогда лучше посмотреть, если дефицит, то есть уровень ниже 20 нанограмм миллилитров, оказано в лечении. То есть в течение 6 недель мы даем нагрузочную дозу 300 тысяч международных единиц, а потом уже в этот стандартный поддерживающий. Если, как вы говорите, пациентам дорого, да, не пойдем? Но очень многие отказываются. Да, тогда обычно вот мы начинаем лечение, такая рекомендация, даем нагрузочную дозу 50 тысяч международных единиц, однократно, это 100 капель. Не надо этого бояться. Я могу спокойно, например, я просто сама могу пузырька вегантола выпить. То есть витамин D у нас, если это нативный витамин D, он будет просто депонироваться, лишнего не будет. 100 капель аквадетрима или вегантола однократно, а далее 2 капли в день. На следующий жиды? Да. То есть это вот как бы прописано в клинических российских препаратах. А с кальцием, вот с этим, с витамином D и препаратом кальция, когда их давать? Я отвечаю на последний ваш вопрос, а дальше что? А, да, хорошо. Так, с витамином D, да, а кальций, препараты кальция, вот приходят... Я правильно все сказала, что мы даем молочные продукты, если дефицит потребления, тогда 800-1000 мг в сутки. Я это давала в лекции. Пожалуйста. Пациенты с собственной химиотерапией, которые получили курсы, допустим, залерикса, либо заметно раз в месяц. Может быть, их имеет смысл переводить на операльный прием хороза тогда? Потому что залерикса заметно не только по ЖНВЛ, если они не могут его получить. А так, допустим, праздник не всегда дают, а купить не могут. То есть залидроновая кислота вообще входит, она входит в ЖНВЛП и входит даже в ДЛО, залидроновая кислота, выписываемый пакет. Поэтому она туда входит, ее пакет не писывает. Значит, вот как в этом случае дело, то что в данном случае мы имеем дело с остопорозом на фоне онкологии. Находят, да, алистических костных метастазов. И мы должны смотреть на показания. Дело в том, что тот же, да, залерик и лизамета, они при остопорозе не зарегистрированы. А зарегистрированы именно при лечении, нет, для лечения костных метастазов. А вот пороза, она зарегистрирована только для остопороза. Поэтому если мы говорим, что это онкология, тогда должны назначаться. Механизм действия будет то же самое. На самом деле это даже скорее формальность. Мы даже четко придерживаемся инструкции. Потому что потом с вашей спросят, правильно ли вы эту инструкцию и показать. То есть множественная мелома, деструкция, это гостничного отдела подсолнечка, плюс остеопороз и гигиологические метастазы. Это назначается препарат, в котором идет показание онкологической метастазы. Хотя, принципиальной разницы не будет. Мы подожжем на эти сматки. Тот же целлерикс, который выпускается в дозе 5 мг при остеопорозе, у него нет показания остеопороза. И он может назначаться только в онкологии. Но если больше нет вопросов... Вопросы про фракцию. Вот там вот в фракции отвечаешь вопросы, да? Про переломы спрашивают. Есть ли переломы в детстве? Их тоже надо указывать. И именно возраст 50 лет. Нет, значит, возрасте старше сарамкана. На самом деле, если вам там много таких нюансов и каких заболеваний указывают. Что считать, даже по какой отдела годится, что вводить. Прочитайте внимательно инструкцию. И вот как бы, какой перелом считать остеопоретическим. Да, правильно? Да, ну, конечно, не то есть это перелом, но как-то не так. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего.